В Ганновере завершает свою работу крупнейшая в мире выставка-ярмарка компьютерной техники и информационных технологий ЦЕБИТ-99. Свои достижения представили более 7 тысяч предприятий и фирм из 60 стран. Украина участвует в этом международном форме уже в шестой раз. Все, что представлено на этой выставке, прежде всего ориентировано на рынок Германии. Следует отметить, что требования к предлагаемому товару на ЦЕБИТе достаточно высокие. Если на первых выставках, даже на предыдущей, многие ученые предлагали свои научные разработки незаконченные, то если они предлагали и искали себе работу, то сегодня уже на выставке требуются только законченные продукты, которые можно продать. Участие в выставке удовольствие не из дешевых. К примеру, один метр необорудованной площади здесь стоит 300 немецких марок. Если добавить к этому все дополнительные расходы, то сумма получается немаленькая. Для того, чтобы стимулировать конкуренцию, экономически развитые страны оплачивают участие малых и средних фирм на этой престижной ярмарке. Этот робот представляет концептуальное направление по созданию интеллектуально мыслящей машины. Она разработана учеными Донецкого института искусственного интеллекта. Сегодня этот робот уже распознает команды, которые произносит человек. Для того, чтобы финансировать данный проект, институт уже который год продает на Запад обучающие программы, электронные учебники, приборы для диагностики и излучения мониторов. К сожалению, подобное отношение к науке является исключением. И если оно не станет правилом, участие в будущих престижных форумах для украинских ученых станет проблематичным. Андрей Суярко, подробности из Германии.